Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Низи Легенды. Играем мы сегодня с составами от подписчиков. На начале давайте-ка прокачаем героя. И трое подписчиков сегодня попросили, чтобы я прокачал Рафа Ведения. И трое попросили, чтобы я прокачал Слэша. С Рафом Ведением ситуация неоднозначная, друзья. Я его уже прокачал по максимуму. Он и у меня все его способности на седьмой ступени. Вот что ж, нажать делает вот такой классный трюк своими когтями. Ну а вот Слэша сегодня мы с вами прокачаем. Он, по-моему, у меня еще не докачан. Ну что ж, давайте-ка найдем Слэша и попробуем его прокачать. Итак, друзья, у Слэша тоже неоднозначная ситуация. Первая способность на максимуме. Вот вторая и третья на шестой ступени. Далее не могу прокачивать. Не хватает особых платиновых ингредиентов. А вот четвертую и пятую попробуем прокачать. Итак, четвертая способность. Колючий задор. Это пассивка и мы ее прокачиваем до пятой ступени. Кроме того, удастся прокачать пятую способность. Вот это поворот. Вот спецатака, которую нам удалось прокачать до шестой ступени. А дальше, как видите, уже не хватает платиновых ингредиентов. Ну что ж, здорово, друзья. Давайте-ка отправимся с вами в бой. И сегодня, я надеюсь, с вами мы дойдем до первой, вот, в Лигу Мастеров, на первую звездочку. Вот, на первое место и отправимся в бой. Но вначале позвольте передать привет. Итак, большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый черепаший привет подписчику с ником Ясин Хасханову, подписчику с ником МС, Денису Семеннику, Ивану Нечепорчуку, Глебу Иванову, Александру Онькину, Александру Роднину и Кириллу Залогину. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев черепашки Низи Легенды и от меня лично. Ну а сейчас давайте-ка отправимся в бой. Итак, против нас будет играть слэш. Мы только что его прокачали. И опять же, вот я видел слэша, не смог сдержаться. Итак, друзья, первым написал свой состав под вчерашним видео с составами от подписчиков, это подписчик с ником Форза Хор. Попросил он состав Шреддер Классический. Давайте-ка я его попытаюсь найти где-то под конец. Вот он, отлично. Шреддер Мультяшный и Супер Шреддер. Ага, это у нас команда Шреддеров. Вот, плюс еще какие-то есть персонажи. Отлично. Итак, три Шреддера в комплекте у нас есть. Кроме того, Тигрины Коготь и Бакстер Муха. И да, вот подписчик просил, чтобы я передал привет. Я что-то этого не заметил, поэтому еще сегодня передаю большой привет подписчику с ником Форза Хор. Ну что ж, Бакстер Муха и Тигрины Коготь. Вот, это у нас Тигрины Коготь и Бастер Муха из клана Фуд. Кто смотрел мультик, очень классные персонажи. Ну что же, вперед бой. Итак, первая битва. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Вот, через несколько, через час, по-моему, заканчивается турнир. Вот, но мне нужно будет отлучиться, поэтому решил все же сейчас снять видео. И в начале боя я прокачиваю способности Шреддера классического. Усиливаем нашу скорость отряда, плюс дополнительные бафы, положительные эффекты. И Шреддер мультяшный пытается выбить Морозную Кошку. Особым ударом сверху он наносит очень мощный удар, но, как видите, Морозная Кошка выживает. Надеюсь, ненадолго Бастер Муха бросает в нее какую-то кислоту, либо химикалии. И, как видите, Морозная Кошка оглушена. Вот, два удара вы видите, не сумели ее сразить, но, надеюсь, уже Тигриный Коготь мечета добьет ее. Да. Итак, Тигриный Коготь добивает, а Супер Шреддер активирует свое сердце. Не стоит рисковать. Лучше прокачать постепенное исцеление, плюс дополнительную защиту. Вот, потому что два-три удара врага, и может герой упасть. Ну, а, как видите, защита неплохо держит удары. Хотя прошли сюрикены Микеланджело классического, тем не менее, наши герои держат удары и сопротивляются. Ну, вот, пытаются. Ох, ничего себе. Выпустил ударную волну Бастер Стокман. Ну, а мы тоже применим тяжелые вооружения. И Шреддер классический, объединяя свой меч Алибарда в одно, метает как Бумеранг и наносит очень существенный урон Бастеру Стокману. Вот, кстати, мы можем и подлечиться благодаря Шреддеру мультяшному. Есть у него такая способность. И попробуем добить Бастера Стокмана. Да, вот, Бастер Муха плюет в своего собрата или своего клона и, как видите, без проблем добивает. Вот, тем временем враг не сдается. Еще прокачивает атаку Микки классический. Но я использую массовый урон от Тигриного Когтя. Вот так здорово стреляет Бластером. Наносит массовые повреждения. И Супер Шреддер добивает суперударом. Шипами из-под земли он отправляет на перерождение оставшихся врагов. Что ж, это была крутая битва. Классная команда. Вот, благодарю подписчика за этот состав. А мы идем с вами дальше. Итак, давайте-ка сегодня прорвемся на первое место. И, надеюсь, это будет здорово. Ну, что ж, вперед, друзья. Итак, следующая команда от подписчиков. Давайте-ка посмотрим, кто написал. И это Владислав Парнак. Попросил Владислав, чтобы я взял состав все Рокстаги и Карай. Без проблем, дружище. Давайте-ка возьмем свой состав. И вместо Морозной Кошки сейчас давайте-ка возьмем Хиллером Голубя Пита. И начнем собирать составы. Итак, есть Карай. А вот сейчас давайте-ка поищем Рокстаги. Биво повижу, но нам нужен Рокстаги. Итак, где же, где же эти носороги? Ищем. Да, вот нашел Рокстаги Кролика. Замечательно. Рокстаги из мультика. Здорово. Рокстаги из фильма. И Рокстаги классический. Да, вот. Итак, команда носорогов плюс Карай собрана. И смотрите-ка, как круто и прикольно они выглядят. Вот. Ну что же, начнем атаку. Итак, первым делом будем пинать Голубя Пита, чтобы он не прокачал уклонение и не подлечивал вражеский отряд. И Карай первая наносит удар своим копьем. Вот такие вот точечные удары и снимает часть жизни. Ого, и постепенный урон еще подгрызает жизнь Голубя Пита. Вот решил отомстить. Клюет Карай, но благодаря уклонению удары проходят мимо. Вот. Не дадим Голубе Пита ни единого шанса. И Рокстаги Кролик пытается его забодать своим рогом. И у него это неплохо получается. Кроме того, Рокстаги из фильма кричит вот так, привлекает и к себе внимание, оскорбляя врагов. А вот Рокстаги Классический попробует забодать доктора Роквелла. Вот нельзя позволять ему, чтобы он прокачал дополнительную защиту. Вот своим телетинезом не сумел. Не сумел справиться Рокстаги Классический. Враг продолжает атаковать. И так, ага, а доктор Роквелл метает нас, кинжалы, мечи и катаны. Вот. Досталось немножко нашему отряду, но я считаю урон минимален. И да, и вот сейчас пришло время Рокстаги из мультика и моя любимая атака. Огнемет. Вот. Просто прожаривает врагов, уничтожая доктора Роквелла. Рокстаги мультяшный. А Карай пытается отравить Рафа оригинального. И так, удар ядовит Эмпайр порошком, но как видите, Раф выжил. Странно, ничего страшного. И так, Рокстаги Кролик стреляет из пушки и наносит массовый урон, отправляя Рафа оригинального напереждения, но как видите, враг выжил. Ненадолго. И так, Рокстаги с фильма метает дубину, добивая Криса Брэдфорда. А бой завершает Рокстаги классический, просто жонглируя и забрасывая учителя спинтера гранатами. Взрыв, удар и победа. Ну что ж, благодарю подписчика за этот необычный прикольный состав. Носорожье девичий. Вот так его можно назвать. Четыре носорога и одна девушка. Вот, вернее, четыре мутанта носорога. Ну как-то так. Что ж, движемся дальше по турнирной лестнице и прорываемся на 25 место. И я беру следующую команду от наших подписчиков. И это подписчик с ником Бот Рип Рип. Попросил этот подписчик, чтобы я взял Тигриного Когтя, Макмэна, Кельби Мыш, Криса Брэдфорда и доктора Рокула. Без проблем, дружище. Иду к тебе навстречу. Давай-ка. Недаром мы в прошлом видео прокачали Тигриного Когтя. И как видите, сейчас очень много пожеланий от подписчиков о том, чтобы взять этого героя в состав. Вот, отлично. Итак, Макмэн. Вот, кстати, я вижу, знаю, тут Кельби Бэш тоже в начале есть. Поэтому сразу же мы его, вот, увидел Макмэна. Отлично. Где-то здесь должна быть Кельби Мыш. Вернее, он Кельби Мыш. Это отец Эппел Анил по мультику, кто смотрел сериал. И есть Крис Брэдфорд. И еще нам нужен доктор Рокуелл. Но доктор Рокуелл, он находится в самом конце. Вот он. Ну что же, замечательно. Итак, команда от подписчика Бот Рип Рип Сокла собрана. И мы идем с вами в атаку. Итак, давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. И да, первым делом будем пытаться справиться с Эппел. И для этого давайте-ка я используюсь морозным пистолетом Тигриного Когтя. Вот именно в прошлой серии мы его прокачали. Вот, нанес довольно-таки серьезный урон. Но, как видите, Эппел выжила. Итак, надеюсь, отец справится с дочерью. Удар сверху. И вражеская Эппел выбита. А Крис Брэдфорд тем временем пьет газировку. И прокачивает дополнительно защиту нашего отряда. Вот, неплохо. Доктор Роквелл тем временем пытается справиться со своим собратом. Вот так вот, атакуя его телекинезом. Да, ему удалось навешивать цепи, но это все. Вот, враг тем временем не сдается. И оригинальный Микки прокачивает иммунитет. А Бибоб атакует лазерами из пояса. Вот, что я скажу, друзья. Вот, смотрю, где самый опасный враг. Как по мне, это доктор Роквелл. И давайте-ка пусть Макмен попробует его запинать. Вот, да, вот как здорово сработал Макмен. Удалось его добить. Хотя не всегда это так просто. Ну что ж, дальше уже давайте-ка добивать врага понемножку. И тигринный коготь у Тара Мечета наносит очень сокрушительный удар. Бибобу из мультика. Тот выживает. И надеюсь, что Керби уже добьет. Керби-мыш наносит удар ультразвуком. Но, как видите, опять же Бибоб жив. Что ж, пришло время прокачать атаку нашего отряда. И попробовать забросать врагов. Вот, доктор Роквелл пытается забросать ножами, кинжалами, сюрикенами. Нанес неплохой урон. Выбил одного из врагов. Но остальных, надеюсь, уже добьет Макмен. Призвав гору металлического мусора. И просто сметая, избивая остальных врагов. И мы празднуем идеальную победу. Вот, просто-просто чудесно. Ну что ж, отличнейший бой. Отличнейшая битва. И мы идем с вами вперед. И да, попадаем на 13 место. И я беру следующую команду от наших подписчиков. И это Аленур Борбуев. Попросил Аленур, чтобы я взял Тигриного Когтя, Леовидения, Микки Мультик, Раффильм и Кожеголов. Без проблем, дружище. Вот, по-моему, это уже третий у нас Тигриный Коготь. Третий раз его будут заказывать. Но, тем не менее, вот такая вот просьба от подписчиков. Отлично. Есть Тигриный Коготь. Давайте-ка я возьму Леонардо Ведения. Леовидения, дружище, ты нам нужен для боя. Вот он. Замечательно. Отлично. Микки Мультик. Микеланджело Мультик есть. Раффильм и Кожеголов. Ну что ж, давайте-ка искать. Есть Раффильм и где-то здесь есть Кожеголов. Да, супер. Ну что ж, команда от Аленур Бурбуева собрана. И мы идем с вами в атаку. Вот что интересно, во вражеской команде хиллером является лекарем. Это Рафф классический. Его мы и будем бить в первую очередь. Но вначале пусть Микеланджело Мультяшный прокачает уклонение. Вот чудесно. Теперь вражеские удары будут проходить мимо. А наш Тигриный Коготь атаковать. Итак, подморозим немножко этого врага. Вот отлично. Рафф оглушен. А Леовидения тем временем прокачивает скорость нашего отряда. И я, друзья, промахнулся. Вместо того, чтобы прокачать скорость, я нанес урон взрывной тыквой. Ну, тем не менее, тоже неплохо. Удалось нанести колоссальные повреждения. И осталось только добивать врага. Вот. Призываем Кожеголова, который хватает Кренга как в дубину. Наносит сокрушительные удары. И, как видите, без проблем отправляет Донни из фильма на перерождение. Рафф из фильма тем временем кричит. И, по-моему, он прокачивает. Ага, он налаживает на врагов дебафы. Уменьшает их скорость. Но почему-то эффект быстро спал. Вот Доктор Роквелл еще пытается что-то сделать. Атаковать. Но я лучше подлечу наш отряд. И да, Микки мультяшный. Вот. Поливает пицу кетчупом. И тем самым поедает. И тем самым восстанавливает здоровье всего отряда. Что ж, просто супер. И, возможно, вот добивающий удар от тигриного когтя. Массовым удар бластером. Но, как видите, враг выжил. Выжил, но ненадолго. Завершающий удар все же наносит левое ведение, добивая врагов из стрел. И мы празднуем победу. Что ж, просто чудесно. Итак, идеальная победа. Отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. Итак, вперед-вперед. Движемся по турнирной лестнице. И попадаем на пятое место. Вот. Просто здорово. Ну что ж, следующая команда от наших подписчиков. И это подписчик с ником Стражи. Попросил он, чтобы я взял Джастина, Эйприл, Тигра, Роквелла и Мандагека. Вот. Понятно. Понятно. Давайте-ка возьмем этот состав. Я вот смотрю, кого бы из противника взять. Давайте-ка я возьму Микки Мультяшного. Вот. И попробуем создать этот отряд. Итак, мне нужен Джастин. Давайте-ка я его попытаюсь найти. Итак, где же, где же Джастин? Вот где-то здесь он должен быть. Да. Вот. Найден. Кроме того, нужна Эйприл. Отлично. Тигр. Он же Тигриный Коготь. Больше у нас вариантов нету. Роквелл. Ага. Вот. Отлично. Вот. Попробую отживить. И еще нужен Мандагека. Итак, где же, где же Мандагека? Где-то здесь должен быть. Вот. Мандагека, Мандагека, Мандагека. Вот ящер прикольный. Раньше он был спереди. Неужели он переместился? Что-то. Вот он. Ну что ж, замечательно. Итак, команда собрана. И мы идем с вами в бой. Отлично. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, друзья. Первым делом давайте-ка я попробую справиться с Микеланджело. И, надеюсь, удар мечеты Тигриного Когтя, вот отправить его на перерождение, нет, не сумел. Возможно, удар языка Мандагека что-то сделает. Очень мощный удар. Оглушает, но, как видите, выживает. Выживает Микки, но ненадолго. Эйприл Анил при помощи телекинеза выбивает, и мы празднуем победу. Замечательно. А тем временем, доктор Роквелл прокачивает дополнительную защиту, благодаря своим пси-способностям. Вот, отлично. И давайте-ка пытаться выбивать Бакстера Стокмана. По-моему, это наиболее сильный персонаж. Вот из этих врагов у него две массовые атаки, поэтому его надо убирать в первую очередь. Итак, Джастин пытается поджарить его молниями из глаз, но, как видите, Бакстер Стокман опять же выживает. А враги даже пытаются контратаковать. Что делает Микки? Ага, Микки, видение, прокачивает точность отряда, и теперь враги будут наносить более точные удары. Вот, Рокстедик Кролик пытается забросать наш отряд гранатами, но благодаря уклонению дополнительной защите урон минимален. Вот, тем не менее, не станем рисковать, и Тигрин и Коготь замораживает и добивает Бакстера Стокмана, а Мандагека метает гранату в баллончике с краской. Взрыв-удар. Вот, на Сплинтера и Рокстедик Кролика навешаны цепи. Это, конечно же, радует. Кроме первого удара они не смогут ничему воспользоваться, а Эйприн тем временем подлечивает наш отряд. Что ж, просто супер. И настало время массовой атаки. Доктор Роквелл забрасывает врагов холодным оружием, но, как видите, враг выживает. И даже пытается запинать доктора Роквелла, но точку все же ставит Тигрин и Коготь. Вот, опять же, нанося массовый урон своим бластером и отправляя врага на перерождение. Ну что ж, это было здорово. Отличнейшая победа, отличнейший результат. И мы, да, друзья, мы прорываемся на первое место. Тем не менее, не хочу на этом прощаться. Давайте-ка возьмем еще один состав от подписчиков. И на этом уже сегодня закончим видео. Итак, следующий состав от подписчика с ником Ясин Хасханов. Вот, попросил он, чтобы я снял игру Кунг-Фу Панда. Попробую это сделать на днях. И, кроме того, взять его состав. Итак, состав от Ясина Хасханова. Клан Фуд. Давайте-ка я подберу врага. Вот слева давайте-ка сразимся. Итак, Астрозуб, Саблезуб. Вот, отлично. Ну что ж, ищем Астрозуба, Саблезуба. Есть Астрозуб. Кстати, по-моему, что-то такое на днях он оставлял, но уже с другим составом. Рокстадим, Мульт, Бибоп Мульт. Ага. Вот. Бибоп Мульт, Рокстадим, Мульт и Супер Шредер. И да, чтобы я передал привет, по-моему, я передавал. Да, привет, сегодня я ему передавал. Итак, Супер Шредер. Да, вот. Итак, Супер. Ну что ж, команда собрана. А теперь давайте-ка отправимся в бой и посмотрим, что из этого получится. Вот, довольно-таки силен состав у противника. Смотрите, вот, крутая команда, стиранка с двумя массовыми атаками. Это что-то. Да и у других врагов довольно-таки сильные скиллы, сильные атаки. И первым делом, конечно же, я буду стараться выбивать Лео. Вот, его, вот, лечение это не очень хорошо. Да и массовые атаки очень здорово кусается. И Саблезуб нанес урон, но, как видите, оглушил, но урон минимален. Возможно, что-то сделает левая бомба Бибопа. Есть! Итак, Бибоп неожиданно выбил. Я, честно говоря, даже не наделся. А вот теперь удар Косины Микуная Супер Шредера. Вот, не буду я пока прокачивать исцеление плюс дополнительную защиту. Пойдем в атаку. Но враг тем временем прокачивает атаку. Ну, а мне кажется, первым делом надо добить все же стиранка. Итак, Микки, кроме того, идет бой. Вот, здорово нанес удар Бибопа-мультяшному. Но, а Саблезуб все же пытается добить стиранка. Да, есть! Удалось добить стиранка, хотя его две массовые атаки. Вот, здорово наносят повреждения пулемет и гранатмет. Но я считаю, удачно, что мы его сумели выбить в начале игры. А вот теперь уже можно и без проблем добивать врагов. Итак, Микки классического мы не будем. Видите, возле него висит баф, положительный эффект, уклонение. То есть, очень трудно по нему будет попасть. Лучше мы попытаемся добить Микки видения. Ирок, кстати, нанес очень неплохой удар. Серпами и молотами. А Саблезуб удар ног отправляет Микки видения на перерождение. Вот просто чудесно. И сейчас я буду все же продолжать атаковать Рафа оригинального. Хотя, видите, красный треугольник, урон уменьшен. Тем не менее, лучше атаковать его. Да, очень здорово нанес повреждения Бибоб мультика. А вражеский Микки классический забрасывает наших героев сюрикенами. Вот. Ну что ж, думаю, пришло время для исцеления и дополнительной защиты. Не станем рисковать. И Супершреддер подлечивает и защищает наш отряд. А Астерозуб ударом кулака отправляет на перерождение Микки оригинального. И осталось только запинать Микки классического. Удар хвостом. Саблезуба снимает часть жизни. Вот. Бибоб уже празднует победу. Но я считаю, не стоит расслабляться. Вот. Здесь можно ждать сюрприза. Вот. Кроме того, удар серпом и молотом нанес неплохой урон. Ну а вот точку в этом сражении поставит Супершреддер. Вонзая костяные кунаи в землю. Шипами из-под земли он отправляет на перерождение Микки классического. И мы празднуем победу. Ну что ж, друзья. Просто здорово. Отличнейший результат. Отличнейшая битва. И мы идем с вами дальше. Да, в принципе, друзья. Уже некуда идти. Потому что мы с вами и так на первом месте. Тем не менее, вот такой вот хороший результат. Вот. Остался ровно час до окончания турнира. На этом, друзья. Сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях. Кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию. Нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик. Возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч.